Всем привет! С вами канал Russian with Dasha. Для тех, кто изучает русский как иностранный, субтитры на русском и английском можете включить на YouTube, а транскрипции и прямые эфиры вы найдёте на Патреоне. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем, кто написал комментарии и слова поддержки. Ребята, я очень рада, что у меня такие замечательные зрители. Я вам очень благодарна за тёплые слова. Сегодня мы с мужем собираемся поехать на станцию Белоостров и оттуда дойти до Сестрорецкого болота. Это место, где можно прогуляться по экотропе. К сожалению, мы пропустили нашу электричку, не торопясь вышли из дома и не следили за временем, поэтому мы решили доехать до другой станции метро до станции метро Озерки прогуляться и сесть на электричку с этой станции. Я сейчас гуляю вдоль красивого озера. Сегодня чудесная солнечная погода. Правда, не очень тепло, всего лишь плюс 6 градусов. Посмотрите, уже появляются краски осени. Листья на деревьях становятся жёлтыми, красными, меняют цвет и потихоньку опадают. Мы с Никитой вчера ходили в торговый центр, чтобы выбрать ему подушку, и я увидела, что в магазине одежды проходит распродажа, и купила себе эту куртку. Мне как раз было нечего носить в холодное время года, поэтому я купила себе эту куртку для прогулок. Смотрите, здесь находится верёвочный парк. Хорошее место для семейного отдыха. Дальше мы видим пляж. Пёсики гуляют. Некоторые собаки уже искупались, но вода, я думаю, холодная. Мужик-то плавает. О, реально! Смотрите, мужчина на пирсе только что, видимо, плавал. Не знаю, как он это делает в такую погоду. Людей, которые зимой купаются в проруби и занимаются закаливанием, называют моржами. Моржи. Мужчина с металлоискателем. В общем, все чем-то интересным здесь занимаются, а мы сейчас идём на железнодорожную станцию. Поезд будет стоять всего 30 секунд, так что времени на посадку у нас очень мало. Вот мы подошли к станции, но, к сожалению, не видим здесь пригородных касс. Нет никаких аппаратов для продажи билетов. Наш поезд 12.10, поэтому Никита сейчас будет покупать билеты в приложении. Приложение называется РЖД. Нужно ввести станции, откуда мы едем и куда. Минус этого приложения в том, что нужно также вводить паспортные данные для покупки билетов, поэтому я предпочитаю всё-таки приобретать билеты в кассах. Так, быстрее. Так, нужен номер паспорта. Я скоро вернусь. Смотрите, стоимость билета в одну сторону всего 45 рублей. Это 50 центов. И мы едем от станции Озерки до станции Белоостров. Ехать, по-моему, около 40 минут, да? Да, около 40 минут. В России поезда всегда приходят вовремя. Вот, я уже вижу, едет наша электричка. Думаю, что мы без проблем найдём место. Ну вот, мы приехали на станцию Белоостров. Сейчас нужно перейти железнодорожные пути по переходу и пройти ещё примерно 2,5 километра до начала экотропы. С левой стороны частные дома, дачи. Солнышко пригревает. Чудесная погода. Так, ребята, если поедете гулять по экотропе, выбирайте хорошую погоду. Смотрите, на днях были дожди. Сейчас мы видим на дороге лужи, а я в белых кроссовочках. Да, не ожидала. Сначала дорога была хорошая, сухая, но теперь вот приходится, ой, аккуратно обходить каждую лужу. Скорее бы уже дойти. Ну вот, мы дошли до начала маршрута. Здесь написано, что часть маршрута пролегает тропой по дюнам и береговым валам древних водоёмов, существовавших на месте Финского залива от 10 тысяч до 3 тысяч лет назад. В настоящее время они покрыты сосняками и возвышаются над болотами в виде лесных гряд и островов. Очень интересно. Если хотите дочитать, поставьте на паузу. Вот так выглядит тропа. Видите, жёлтый пунктир. Ну что, на старт. Внимание, марш. Идём по тропинке. Здесь деревянный настил. Очень удобно. Наслаждаемся лесной тишиной и пением птиц. Интересно, увидим ли мы каких-нибудь диких животных, типа выдор или, может быть, птиц, например, журавлей. Как красиво! Здесь очень приятный свежий воздух. Пахнет чуть-чуть мокрой листвой. Настоящий кайф. Вы помните, что в августе у нас гостел мой папа. И вчера от нас домой в Новосибирск улетела моя мама. Мы очень хорошо провели время. Мама любит ходить по дворцам, музеям, галереям и театрам. Я купила нам билет в Мариинский театр на оперу Пучини, которая называется Богема. Очень красивая постановка, но сама опера мне не запомнилась. Всё-таки Мадам Батерфляй и Тоска меня впечатлили больше. Что ещё мы делали и что я рекомендую вам посетить, когда приедете в Петербург? Мало кто знает об Ароненбауме. Обычно туристы, которые приезжают в Питер, в Ленинградскую область, едут в Царское село и Петергоф. В Царском селе Екатерининский дворец, в Петергофе фонтаны. Но я вам рекомендую также посетить Ароненбаум. Там находится великолепный парк и невероятно красивый Меньшиковский дворец. Во время Великой Отечественной войны дворец не пострадал. Там сохранены оригинальные интерьеры. Экскурсия длилась час, и по парку мы гуляли полтора часа. Также я вам рекомендую посетить музей Фаберже. Вы, наверное, слышали о великолепных творениях ювелира Карла Фаберже. Так вот, я поснимала видео, и в будущем планирую опубликовать выпуск о музее. И что ещё нужно обязательно увидеть в Петербурге, помимо дворцов и галерей? Обязательно сходите в рюмочную. Мы с мужем повели мою маму в рюмочную Ипполит. Там очень классная атмосфера, дружелюбные официанты и вкусные настойки. Особенно мне понравилась настойка с вишней и с брусникой. Вообще в Ленинградской области очень много парков, и до них легко добраться на электричке или на автобусах. Сегодня мы хотели выехать с финляндского вокзала, но так как не успели, на электричку доехали до станции Озерки. С финляндского вокзала отправляются электрички в северном направлении на Выборг. Это очень красивый город с парком Монрепо. Также можно посетить Комарова. Там интересное историческое кладбище и щучье озеро. Можно прогуляться по пляжам Сестрорецка и посетить парк Дубки. Ну и в целом погулять по Афинскому заливу. С Балтийского вокзала вы можете доехать до Петергофа, парка Александрии, до Аронинбаума. А с Витебского вокзала, старейшего в России, вы можете доехать до Пушкина и Павловска. Кстати, у меня есть видео о Витебском вокзале, и у него мало просмотров, поэтому я вам рекомендую пройти по ссылке. Смотрите, здесь растут грибы, на земле лежат иголки, палки, шишки. Приятно дышать полной грудью. Вы, наверное, знаете, что болота невероятно важны для экосистемы. Болота важны для животных, мне кажется, в первую очередь. Для птиц, для которых это является кормовой базой. Мне не проще, что ты прямо в лицо тыкаешь. Ну и в целом это аккумулятор воды. И это влияет, наверное, на какую-то, не знаю, циркуляцию воды в системе тоже. Да, поэтому осушать болота нельзя. Никита, давай ты мне расскажешь, какие мы видим деревья. Так, преимущественно, мне кажется, здесь сосна. Держи микрофон рядом с лицом. Вот она. Покажи, пожалуйста, сосну. Сосна. Так, сосна. Так, хорошо. Береза вот тут тоже попадается. Вот белая береза. Рябина, кстати. Вот это рябина. Но она реже. Да. Сна горфона. Вот она тут уже в более таком масштабном варианте. Рябина. Ну, в принципе, всё остальное, всё в меньших долях. То есть, такой вот смешанный лес, преимущественно из сосны и березы. Да. Спасибо. Пожалуйста. Если хотите больше моего мужа на канале, пишите комментарии. Кстати, у нас с Никитой есть выпуск подкаста. Подкаст называется Russian with Dasha. И в этом выпуске Никита рассказывает о своей профессии. Он работает инженером. А вот там мы видим башню Газпрома. В народе называется кукурузина. Вот тут семья, по-моему, собирает клюкву, ягодку. Налетели облака, но надеюсь, что пока мы здесь, дождя не будет. Смотрите, вот впереди мы видим острова. И это береговая линия Древнего моря, о котором мы читали в начале маршрута. Мы проголодались и решили устроить привал. Никита заварил с собой чай с дачными травами. Мы взяли мамины котлетки, огурчики, чипсы из ламинарии. Мне они очень нравятся. Я на них в последнее время подсела, постоянно покупаю. Два бананчика, конфеты. И ещё взяли тортильи со шпинатом. Сначала хотели приготовить роллы с лепёшкой, сливочным сыром и авокадо. Но сливочный сыр утром покрылся плесенью, поэтому мы отказались от этой идеи. Взяли всё, что было дома. Последнюю котлетку положили в контейнер. Сварили сосиски и помыли огурцы. Тоже взяли их с собой. Хочу показать вам мои любимые конфеты. Их привезла мама. Это метелица. Конфеты новосибирской фабрики. Я их обожаю с детства. А это красный октябрь. И конфеты называются столичные. Глазированные шоколадом. С комбинированным корпусом. Из помадной и ликёрной массы. То есть здесь есть ликёр. Немножко алкогольные конфетки. Сейчас покажу их. Никиточка, открой, пожалуйста. Смотрите, здесь такая сладенькая начинка. Будешь? Нет. Подержи. И вот это, пожалуйста, открой. Это конкурс такой-то на милости. И столичная. Смотрите, какой слой шоколада. Очень вкусные. Всем рекомендую. Очень много людей сегодня. Я не ожидала. Если честно, я думала, что мы будем, ну, может быть, если не единственными, то одними из десяти посетителей. А здесь целая толпа. Хорошо стало после чая. Но поднялся холодный ветер. Вечером обещают дождь, поэтому нам нужно будет вернуться, я думаю, до четырёх часов. А вы когда-нибудь гуляли по болоту? Есть ли в вашей стране экотропы? И по каким тропам вам больше всего нравится гулять? Я люблю путешествовать, поэтому буду рада вашим рекомендациям. Мы отлично прогулялись. Никита сейчас смотрит расписание электричек. Не хотим пропустить очередную электричку и долго ждать, поэтому спешим обратно. Здесь умиротворённо, спокойно. Можно подумать о чём-то своём. Можно помечтать. Хорошее место. Нам повезло. Мы забежали в вагон за минуту до отправления поезда. Поезд стартует со станции... Почему мы едем в ту сторону? Я не знаю. В целом, все так и вот. Просто помните. Так... Всё нормально. Этот поезд едет по другой ветке через Сестрорецк, поэтому скоро будем дома. Большое спасибо за то, что прогулялись с нами. Пишите комментарии. Буду им очень рада. Вступайте в мою группу в Телеграме. И до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»